Сегодня воскресенье, истер, пасха. Мы пришли в шубе парк и тут уже цветут мачмачеха. Поют птицы. Сейчас покажу. Смотрите, сколько цветков. О, пчёлы. Сегодня пасмурно, но тепло, плюс 16. Другие собаки уже пришли. Белки? Нет, это не белка. Это бурундук. На камеру не видно. Да, в этом парке мы знаем, мы уже тут гуляли, и тут много бурундучков, белок, других животных. О, если видно, вот... А, вот белочка. Она побежала. Она побежала. Изи побежала. Все побежали. Мы уже как-то снимали видео из шубе парка. Он такой достаточно длинный, и здесь проходит дальше туда, вокруг озера канадский этот трейл. Белки. Какие-то они худые после зимы. И здесь, в этом парке, что необычно, очень много лиственных деревьев. Уже привыкла, что в основном хвойный, и оно такое всё зелёненькое. О, гляньте, какая птица! Сейчас. Смотрите. Что-то я не знаю, кто это. Она такая ярко-синяя. Ну всё. И ярко-синяя с хохолком. Тут, кстати, очень много птиц, которые просто, я не знаю, название ни на английском, ни на русском. Обидно. Белочка. Белочка. Скакала. Изя не заметила Белочку. Да, Изя? Проморгала. Ну, попробуй. Я его за нас не могу. Водомерки. Какие упитанные водомерки. Все спрашивали, а где живность? Вот живность, вот водомерки. Отличная живность. Ой-ой-ой. Пожалуйста. Здорово. Здорово. Шпиц. сегодня пасха и столько людей гуляет все закрыто на самом деле магазины закрыты открыто там несколько кинотеатров да и может пару ресторанчиков и кафешек а так большие шиппинг-центры закрыты и маленькие закрыты и вообще все закрыто поэтому люди или с семьями проводят время или вот гуляют сегодня в парке сейчас местечко нашла без особенных людей а то просто как бы навстречу один за одним кто-то с собаками там дальше место где без собак ну или собаки на поводках там люди с детьми играют что и тепло чтобы было понятно наверх как мы выглядим с высокой влажностью я превращаюсь как-то вот так и собственно вот уже без куртки без всего нормально это я объясняю объясняешь тепло тепло мне все не верят 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 вот все ходят одеты в шапках снег лежит но на самом деле нет снега уже нет шапок уже нет достаточно тепло я знаю что все следующую неделю будут дожди но бывает купила себе желтый дождевик теперь меня это мало беспокоит вон уточки дорога насыпанная среди между двух каналов там дальше они впадают в озеро и с той стороны там будет небольшого в общем это ряд таких озер которые впадают с речками между ними о вот как раз то есть вот мы гуляем вот здесь пришли гуляли гуляли здесь и вот речками соединены озера вот это озеро большое на такой длинные мы туда вдаль пойдем вот здесь как раз проходит трейл к на большой канадский trail мне очень нравится идея с этими табличками где вы какая-нибудь краткая история об этом все иногда эти истории достаточно интересно почитать ну то есть не просто на вот вам трейл вот вам его название а какая-то история как это была создана для чего почему кем чуть-чуть добавляет я не знаю как эффект присутствия да по бокам тоже цветут мать и мачеха побежала за белкой видите желтые цветочки вот-вот мать и мачеха цветет уже так ждала так ждала когда она начнет цвести наконец-то и вот а то она была закрыта возле нашего дома там тоже есть мать и мачеха и цветки постоянно были закрыты то есть я вижу что они готовы распуститься но было пасмурно то дождливая то-то просто сильно пасмурно и прохладно и они не распускались сегодня такой денек что все решили что доколе доколе и распустились ну да и птицы уже кстати прилетели сойки какие-то прилетели птицы которые зимуют в африке фу в африке в америке в америке они вернулись сюда они называют вот эта синяя птица удачи смотрите видно не срочно нужно ее крыло перо как там была песня ну в общем макаревич не догнал но у нас есть все шансы тут видимо их много так вот google говорит что это дрозды один один из видов дроздов вот american robin это странствующий дрозд кого переводят но если другие разные робины и они очень прикольные птички теперь мы здесь и что-то тут было сейчас прочитаем расскажем так нужно снимать все время только что мы остановились возле таблички подошла девочка попросила погладить собачку мы остановили она погладила и пожелала нам хэп лавли эстер а это так мило мы все готовим я я я я так я я я я собственно с детьми постоянно так очень часто они видят маленькую собачку и просят погладить ее тут нам нужно остановить изи потому что так и ребенок иначе начнет гоняться за ними если просто ее остановить то обычно все окей и как вы слышали мама тоже сказала сначала дай собачки понюхать руку то чему если родители это не говорят то мы обычно говорим просто дай понюхать руку а потом уже гладь чтобы не было такого что ребенок просто сверху опускает руку на собаку и она ж дергается от неожиданности и это кстати удивительно что очень многие канадцы часто говорят детям об этом что сначала погладить руку вот уже видно распускаются почки вот здесь водопадик и там дальше туалет какой-то кафешечка ну и стоянка а уточки много уточек возьми на поводок на шнацер ну какие кто там просил меня поснимать больше природы с 90 процентов видео о природе или на природе потому что это хорошее время когда у нас есть время и мы снимаем что снимать дома как-то не интересно что еще снимать мы в основном или гуляем или дома или на работе все хай вот это а Крякает. Эта штука называется подолборт. Чужак ездит. Дальше поедет по каналу там. Ну это он так активно гребет. Обычно народ спокойненько есть. Это озеро длинное такое. С одной стороны парк, там дальше трасса, поэтому чуть-чуть машина слышно. А с этой стороны частные дова и там тоже дорога. Поэтому мы будем идти до конца этого озера. Вдаль, вдаль. А еще у меня был вчера день рождения. Думала говорить, не говорить. Так что да, он был. Очень необычно. У Артура уже был день рождения в Канаде у меня. Это первый раз. Необычно, потому что у нас были уже какие-то свои традиции, как мы празднуем мой день рождения и с кем. Плюс в Украине всегда на мой день рождения уже цвели абрикосы. И это так они где-то за недельку начинали или примерно в эти дни начинали цвести. И я всегда знала, вот абрикосы. Такое сразу предчувствие дня рождения. Здесь еще не цветут. Я не знаю, обычно или нет, уже канадцы тут заходят и часто говорят, о, какая затяжная весна. Типа холодно до сих пор, обычно уже теплее. Ну, то есть, понятное дело, что год на год не приходится. Поэтому мы не знаем, как оно будет в следующем году или нет. Но ощущения необычные, потому что всегда было по одному, а теперь по другому. Жалко, конечно, что мы не можем видеться там с нашими друзьями на какие-то такие праздники, да, когда привыкли. Но мы можем поговорить. В конце концов, половина, большая половина моих друзей жила все равно в других городах. И мы виделись там пару раз в год от силы, а в основном это телефон, скайп и прочие мессенджеры. Так что... Это вот в эмиграции грустно, да, что тут нету привычного, привычных людей, которые тебя окружают. Но мы знали, что так будет. И уже, в принципе, практически смирились с этим. Да, Артур? Да. Я не слушал. Но всегда да, конечно. Я вам врунтучка покажу. Ай! Если вы видели его тут... Ай! Ай! Ну он ушел. Вон он. Это бурундучок. Как в Чупы Дейли. Эй! 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 Такой маленький. Нос! Эй! 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 Я просто тут сижу в метрике. Потому что он не выйдет, тем более, что ези бегает. Вот, была еще немножечко живности. Если помните, мы как-то снимали вам скопу. Вон она там сидит. Сейчас я ее покажу. На нее перья развивается. Ребята сказали, что она прилетает в гнездицы сюда каждый год. Большая птица. Ну вот я сейчас зуб даю. Я только выключу камеру и она полетит. Меня мама спрашивала. Ну, может и остальным будет интересно. Есть ли в Канаде верба? Вот, котики эти. Так что, да, есть. Ну, это я нашла маленький кустик, но я видела и побольше. Просто не хотелось идти к ним. Вот. Есть. На самом деле этой вербы много. Только как ее показать? Вот. Вполне такая же как у нас. Растет тут возле озера. Тут у нас хищные птицы летают. Вот их пара. Кружаться. Мы тут до какого-то карьера дошли. Поэтому мы ушли уже из парка и где-то бродим. Так вот. Там какие-то опилки. Там песок. Вот так вот мы шли, шли вокруг озера. Вот пара где-то. Вот он где зелень. Ну вот мы поперлись и вышли в неизвестную местность. Ага. Неизвестная местность на практике выглядит вот так. Какая-то заброшенная ерундень. Не, ну вот, например, заброшенный трамвай. Это автобус, Аня. А, автобус. Ну просто что-то нормальное, что-то нет. Почему это все тут автобусы? Автобус, потому что его 30 лет никто не трогал. Ага. И вот тот вот старый с ковшом тоже его никто уже не трогал. Такая тут местность. Ищи. Ворота. Порок.